Очень много произведений, но их просто очень много, на евангельские сюжеты. Евангельская тема вообще долго держала Крамского, она его не отпускала всю жизнь на самом деле. Не сразу и не легко далась мастеру вот эта тема. Это тема искушений Христа. Первый раз, когда я увидел эту работу в Третьей Ковке, я еще был подростком. Эта работа держит зрителя, и также она держала и меня. То, что мы видим, это и есть Христос Крамского, как он его в своем сердце ощущал, как он его понимал. Сам Крамской много писал об этой картине. Он говорил, это как бы и не Христос, это как бы я сам. Это работа, которую, я считаю, надо увидеть каждому человеку. Каждый хороший художник, он вкладывает в работу свою духу. Добрый день, друзья! Сегодня с вами ведущий проекта Леонид Лукин, называется он «Оживитель». Кто хочет подробнее узнать о нашем проекте, об уникальной технологии живописи, можете сделать это на нашем канале. И под видео тоже будет ссылочка. Сегодня мы поговорим с вами о великом русском художнике Иване Крамском, ну и конкретно о его работе «Христос в пустыне». Хочется сначала сказать несколько слов о самом мастере, потому что это действительно великий художник, который сделал много для России, для того, чтобы именно изобразительное искусство имело возможность развиваться. Человек был целеустремленный. Он прожил короткую, но насыщенную и очень полезную для общества жизнь. И умер, в общем-то, возле мольберта с кистью. Вернемся к его работе «Христос в пустыне». Не сразу и нелегко далась мастеру вот эта тема. Эта тема искушений Христа, она возникала в голове мастера еще когда он учился в Петербургской академии художеств. И на воплощение этой темы ему понадобилось 10 лет. У него было несколько эскизов таких подготовительных к этой работе, но толчком послужило такое событие, на которое он наталкивался несколько раз. Это был просто человек, который в глубоком раздумии сидел, вот сжав вот так вот кисти рук и опустив голову. Встреча с этим человеком, она засела у него в голове. И как раз вот это и послужило вот этим окончательным выбором самой композиции этого произведения. Еще очень большое влияние на Крамского произвела работа Александра Иванова «Явление Христа народу». Когда он ее увидел, он был просто поражен. И у него возникла вот эта мысль написать своего Христа. Первый раз, когда я увидел эту работу в Третьяковке, я еще был подростком. Не знал тогда, конечно, ни Евангелия, ни каких-либо сведений о Христе не было в моей голове тогда. Но сама работа, она имеет очень сильную энергетику, да. Я стоял возле нее очень долго, она захватила меня. Эта работа держит зрителя, и также она держала и меня. Но когда у меня уже появились знания о сюжете, да, о том, что изображено, это произведение, конечно, оказывает более серьезное воздействие. Обратите внимание, в нашем мировом искусстве очень много произведений, но их просто очень много, на евангельские сюжеты. И чтобы нам полноценно иметь возможность воспринимать эти сюжеты, да, нам обязательно нужны вот эти знания. Сюжет прост. Это искушение Христа в пустыне. После того, как Христос крестился в Иордане, он был возведен духом в пустыню для искушения. И не пил, не ел сорок дней. И напоследок, как написано у евангелиста, Матфея взолкал. И сатана искушал его. Он говорил, что сделай эти камни хлебами и насытишься. Вот именно этот момент мы и видим на этой работе Крамского. То, что мы видим, это и есть Христос Крамского, как он его в своем сердце ощущал, как он его понимал. Как мы видим, композиция проста. Она как бы делится на две части. Вот холодные камни, пустыня, утреннее, раннее утро, небо, да? И в центре монументальная фигура Христа. Если мы здесь сделаем опять вот эти вот простые математические вычисления, да? Или геометрические, чтобы определить центр композиции. Вот по центру композиции как раз мы увидим тогда вот эти вот сомкнутые руки Христа. Прямо вот по центру композиции они у нас получаются. И если бы взять просто фрагмент, вот посмотреть эти руки, да? То, я думаю, они никого не оставят равнодушными. Во всем, в самой фигуре, особенно в лице Христа, мысли, да, самого художника, да? Как он себе это видел, как он себе это представлял. Сам Крамской много писал об этой картине. Он говорил, это как бы и не Христос, это как бы я сам. Это работа, которую, я считаю, надо увидеть каждому человеку. Я уверен, что она оставит след в вашей душе. А чтобы этот след был глубже, я вам советую обращаться время от времени к священному писанию и изучать его. Евангельская тема вообще долго держала Крамского. Она его не отпускала всю жизнь, на самом деле. Если кто знает Евангелие, там, когда Христа привели на суд к Пилату, там была такая сцена, когда Пилат отдает Христа в руки воинов, и они ведут его в приторию, собирается весь полк, вот эти вот римские воины, и они издеваются над ним, смеются. И вот эта вот сцена вот этих вот издевательств, он замыслил огромное полотно и не смог его закончить. Потому что вот именно в этом сюжете вот эта вот глубина и все эти знания, которые были у него, вот они, было выше исполнения. Он всю жизнь работал, оставшуюся над этой картиной, но он ее так и не завершил, она до сих пор не завершена, находится в Русском музее. Там Христос, его фигура даже теряется, вот в толпе воинов. На переднем плане сидит хохочущий римлянин на скамейке, он запрокинул вот так вот голову. И в чем, как воины издевались, они поставили его связанного и дали ему в руки палку. Подходили, брали у него палку из рук, били по голове, потом становились на колени, кланились на земле и говорили, радуйся, царь Иудейский. Вот так вот друг за другом. И вот это вот кощумственное издевательство, оно приводило воинов вот к этому неудержимому хохоту. И как Крамской сам об этом говорил, вот говорит, этот хохот у меня до сих пор стоит в ушах. Каждый хороший художник, он вкладывает в работу свою душу. И вот здесь, в этой работе, мы сталкиваемся с этим вплотную. Это, во-первых, великолепный художник. Даже при такой композиции, половина работы камня, половина работы неба, да, вот эта работа нас держит. Оставляйте свои комментарии, интересно будет услышать ваше мнение. На следующей нашей встрече мы поговорим о великом русском художнике Александре Иванове, конкретно его работе «Христос в пустыне». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова «Христос в пустыне»